ПОЗИТИВНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ НАРКОТИКОМ О чём эта книга? Наркоманию называют зависимостью, что служит способом смягчить восприятие и сделать термин менее жёстким. Слово «наркомания» имеет сильно негативную и стигматизирующую окраску. Оно ассоциируется с тяжёлыми, разрушительными формами зависимости. В то время как термин «зависимость» более нейтрален и универсален, применимый не только к химическим веществам, но и к поведенческим шаблонам, таким как зависимость от еды, работы или технологий. Слово «зависимость» используется, чтобы подчеркнуть, что наркомания – заболевание, требующее лечения и понимания, а не осуждения. Ведь, по сути дела, все мы зависимы. Кто от чего? Но не в этом суть. Мы все буквально подсели на воздух. Без него проходит совсем немного времени, и организм начинает сигнализировать об опасности. Возникают панические реакции, и человек делает всё, чтобы снова вдохнуть. Мы зависимы от воды. И через день или даже полдня без неё начинаются серьёзные физические страдания. Таких зависимостей множество – еда, сон, тепло. Все они критичны для нашего выживания. Но зависимость не ограничивается только физиологией. Мы зависимы от привычек, от определённых ощущений, от биохимических процессов в нашем теле, которые управляют нашими действиями и желаниями. И когда мы говорим о наркомании, различие лишь в том, что эта зависимость разрушительна. Но в её основе лежат те же механизмы, что и у всех других привязанностей. Мы все зависимы, потому что мы – люди, и это естественная часть нашей жизни. По сути, разница между наркоманами и нестрадающими этой зависимостью не столь велика. В каждом из нас есть тяга к чему-то, что помогает нам выживать, получать радость или избегать боли. Будь то наркотики, алкоголь, еда, работа или одобрение окружающих, мы все ищем способы справиться с жизненными трудностями и найти смысл. Это стремление – часть нашей биохимии, нашей природы. В каком-то смысле каждый из нас – наркоман в той или иной форме, и те, кто официально признаётся зависимым, не столь далеки от всех остальных. Мы все пытаемся найти радость, облегчить стресс и удовлетворить свои внутренние потребности, пусть даже разными способами. Важно осознать, что между теми, кто борется с химической зависимостью, и остальными людьми нет резкой грани. Это просто разные формы, пусть и вредоносные, одной и той же борьбы за выживание. Эта книга написана как результат осознания того, что все мы в той или иной мере зависимы. Автор, делясь своим опытом, приходит к великому откровению. Зависимость – это не только про наркотики и алкоголь. Это неотъемлемая часть человеческой природы. Мы все в какой-то степени наркоманы, привязанные к определенным привычкам и внутренним биохимическим процессам, которые управляют нашим поведением. Так получилось, что сам я никогда не пробовал наркотиков. Не было ни подходящего случая, ни особого желания. Однако вся моя жизнь, случайным ли, возможно, мистическим образом, оказалась тесно связана с реабилитацией наркозависимых. Сначала я просто наблюдал за этим миром издалека, не задумываясь о том, что однажды окажусь его частью. Но обстоятельства складывались так, что мне пришлось не только наблюдать, но и активно участвовать в судьбах тех, кто пытался вырваться из плена зависимости. И в какой-то момент я понял, что наркомания – это не просто болезнь тела, это отражение трагедии души. Более того, трагедии самого мироздания. И каждый зависимый – это человек, которому нужно не только лечение, но и понимание, поддержка, иногда просто, просто тихое присутствие. Я осознал, что мы не так уж сильно отличаемся от тех, кто попал в эту ловушку. Да, они нашли свой страшный способ справляться с болью или пустотой. Да ведь мы все так или иначе ищем спасения. В работе, в отношениях, в привычках, которые порой не менее разрушительны. Их путь просто оказался более явным, откровенным. Они оказались более чувствительны. Но, по сути, мы все пытаемся заглушить внутреннюю боль. Бежим от скуки или страха. И эта грань, отделяющая нормальных от зависимых, на самом деле тоньше, чем кажется. Человеческий мозг и тело созданы таким образом, что мы ищем способы получать удовольствие и избегать боли. В этом нет вины человека. Это просто наша природа. Наше стремление выжить в сложном мире. Важно понять, что зависимость – это не слабость, а биологический процесс, который управляет нашим желанием обрести радость и комфорт. Особое внимание в книге уделено тому, как с возрастом мы теряем ту естественную радость, которая была у нас в детстве. Дети, благодаря высокому уровню гормонов счастья, эндорфинов, чувствуют радость и удовлетворение просто от жизни. Но по мере взросления этот баланс нарушается, и многие начинают искать замену естественным гормонам радости через зависимости, будь то химические вещества или поведенческие привычки. В книге также подробно рассматривается роль окружения, как среда, в которой мы находимся, может помочь или, наоборот, помешать на пути выздоровлению. Здесь нет осуждения, только понимание того, что каждый может оступиться, и только поддержка близких людей и позитивная среда могут способствовать выздоровлению. Обсуждаются и такие социальные аспекты, как легитимизация легких наркотиков наравне с алкоголем. Эти вещества глубоко укоренены, особенно в западном обществе, что осложняет борьбу с зависимостью, делая ее более скрытой и приемлемой. Но это не делает людей, попавших в зависимость, плохими, а лишь показывает, насколько сильное влияние может оказать общественная норма. Также важно отметить влияние романтических отношений на людей с зависимостью. Порой отношения могут стать поддержкой на пути к выздоровлению, но также они могут стать ловушкой, если в этих отношениях присутствует токсичность или взаимная зависимость. Зависимость Приводятся реальные истории людей, их успехи и неудачи на пути выздоровления, показывая, что каждый путь индивидуален. Важна не сама зависимость, а то, как человек находит силы для борьбы с ней. Автор также предлагает позитивные альтернативы для борьбы с зависимостью, творчество и духовные практики. Эти занятия могут стать новым смыслом в жизни, заменяя старые привычки на новые, здоровые формы самовыражения и нахождения радости. Зависимость в этой книге рассматривается не как отдельная личная проблема, а как социальное явление. Важно понимать, что зависимость – это отражение общества, его боли. И вместе мы можем найти путь к лучшему будущему. И ключевой момент книги – это неосуждение. Осуждение не помогает в борьбе с зависимостью, напротив, оно углубляет проблему. Только через сочувствие и понимание можно по-настоящему помочь человеку на его пути к выздоровлению. Заключительные главы книги посвящены поддержке и тому, как помочь зависимым людям обрести смысл жизни. Ведь для каждого человека важно найти цель и радость, которые станут сильнее любых зависимостей. И хотя путь к выздоровлению долгий, поддержка и возможность снова встать на ноги после рецидивов – это то, что делает его возможным. В 80-е годы в СССР, когда я начал работать на скорой помощи в Свердловске, наркоманы были еще относительно экзотикой. Это была редкость увидеть человека с явными признаками наркотической зависимости, особенно по сравнению с тем, как обстоят дела сейчас. Конечно, встречались совсем конченые люди, нюхавшие бензин, различные средства из магазина хостоваров, глотавшие колеса, так называли таблетки, и даже использовавшие стекляшки, ампулы, которые они доставали неизвестно откуда. Где-то на окраинах, наверное, курили Анашу, но это тоже не было широко распространено. Даже среди студентов-медиков находились те, кто экспериментировал, смешивая разные препараты с алкоголем, но это все больше выглядело как шалости или попытка справиться с реальностью, а не как сознательный уход в мир наркотиков. В то время крепкое, проверенное временем пьянство было гораздо более распространенным явлением, и наркомания не пользовалась популярностью, а наркота была чем-то маргинальным, немодным, как сегодня бы сказали. Только-только начали появляться слухи о СПИДе и о том, что его связывают с наркоманами, но все это казалось чем-то далеким и чужим для большинства людей в Советском Союзе. В 1990 году я переехал в Иерусалим и через некоторое время начал работать в реабилитационном центре в долине Лифта, расположенном в старом арабском доме с массивными каменными стенами. Долина на западной окраине Иерусалима была в районе, который был заброшен после арабо-израильской войны 1948 года. Это место исторически было арабской деревней, окруженной террасами полей и садов, расположенной на довольно крутых склонах древнего источника. Сегодня Лифты – это руины, разбросанные среди холмов, с массивными каменными домами, торчащими тут и там, между кактусами, частично разрушенные временем и конфликтами. Некоторые из зданий сохранились достаточно хорошо, чтобы передать атмосферу прошлой жизни. Долина Лифта представляет собой красивое и тихое место, окруженное оливковыми рощами и дикими цветами. Здесь можно увидеть старые каменные террасы, которые когда-то использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. Источник внизу до сих пор привлекает местных жителей и туристов, которые приходят сюда, чтобы отдохнуть или окунуться в прохладную воду. Эта долина долгое время оставалась местом, где смешиваются прошлое и настоящее, сохраняя память о довоенной жизни. В 1990-х годах в одном из этих старых домов был открыт реабилитационный центр для наркозависимых, вмещавший 14-16 пациентов максимум, обеспечивая им изолированную среду для восстановления. В то время в Израиле наркокультура уже включала такие сильнодействующие наркотики, как героин, которые местные называли кок-парси. Мне пришлось быстро освоить их сленг и погрузиться в психологию зависимости, чтобы лучше понимать тех, кто попадал в наш центр на лечение. Одной из ключевых программ, с которыми я познакомился в этом центре, была программа «12 шагов анонимных наркоманов». Это было время, когда подходы к лечению зависимости стали кардинально меняться, терапия ориентировалась не только на физическое избавление от зависимости, но и на духовное и эмоциональное восстановление. Программа «12 шагов» дала многим пациентам структуру и направление для выздоровления, помогая им постепенно вернуться к нормальной жизни. Одна из ключевых особенностей центра была в том, что там царилась семейная атмосфера. Шабаты — это не просто субботние трапезы. Это были моменты, когда люди, измученные зависимостью, хотя бы на время могли почувствовать себя снова частью семьи. За столом пели песни на иврите, потом в зале со сводчатым каменным потолком играли на там-тамах. Были общие занятия, такие как рисование, которые помогали отвлечься и сосредоточиться на чем-то другом, кроме наркотиков. Однако, несмотря на эту кажущуюся мягкость, правила были строгими, если у кого-то находили наркотики, человека выгоняли. Каждый знал, что проникновение наркотиков в центр ставят под угрозу выздоровления всех остальных. Такие меры были необходимы, чтобы поддерживать порядок и безопасность. Здесь не было иллюзии о том, что зависимость можно победить только душевностью и пониманием. Каждому пациенту напоминали, что путь к выздоровлению сложен и требует строгой дисциплины. Принцип, который здесь применялся, заключался в том, что зависимость – это хроническая болезнь, и наркоман остается подвержен ей всю жизнь. Однако ключевой подход основался на ежедневной борьбе. Символом этой борьбы была фраза «только не сегодня» – «рак, ло, а йом». Этот принцип давал пациентам силу фокусироваться не на всей жизни без наркотиков, а просто на том, чтобы не употреблять их сегодня. И так каждый день. Этот подход хорошо сочетался с идеей одного шага за день, одного дня за раз, которая является центральной в программе «12 шагов». Пациентам помогали понимать, что каждый чистый день – это победа. И важно не думать о далеком будущем, а сконцентрироваться на преодолении текущего дня без наркотиков. Фраза «Оавимадха, сонима тамахаляшальха» переводится с иврита как «Мы любим тебя, ненавидим твою болезнь», часто звучала там. Эта фраза отражает подход, применяемый в терапевтических реабилитационных центрах, где важна поддержка личности, но при этом отвергается то, что разрушает ее в данном случае. Итмакрут – зависимость. Эта концепция помогает разделить человека и его проблемы, фокусируясь на том, что человек достоин любви и заботы, несмотря на свою борьбу с болезнью, в частности, зависимостью от наркотиков. Это подчеркивает, что лечение наркомании требует эмпатии к человеку, но при этом жесткого неприятия самой зависимости. Каждое утро, каждый вечер все собирались, круг, ставили стулья, и каждый говорил, что он чувствует, как он прожил день, как перенес ночь. И все хором повторяли «О дьем бли самим», что переводится как «Еще один день без наркотиков». Это выражение связано с подходом в программах реабилитации таких из «12 шагов», где акцент делается на том, чтобы сосредоточиться на каждом отдельном дне, оставаясь трезвым. Это помогает зависимым справляться с задачей постепенно, не перегружая себя мыслями о долгосрочном отказе, а просто стараясь прожить еще один день без наркотиков. Ведь первый шаг «12 шагов» подчеркивает, что человек немощен перед своей зависимостью. Этот подход направлен на снижение чувства подавленности перед огромной задачей полного выздоровления, помогая людям сосредоточиться на небольших достижениях, которые складываются в длительный процесс восстановления. Наконец, после длительного перерыва уже в Канаде, в начале 2000-х, я снова столкнулся с наркоманами, когда в 2010-м стал священнослужителем, был рукоположен священнике в 2012-м и открыл приют в своем доме. Приют существовал более 9 лет, с 2008-го по 2017-й. Первоначально я не планировал, что помощь наркозависимым станет важной частью моей жизни вновь, но так сложилось. Мой дом стал убежищем для людей, оказавшихся на обочине жизни, среди которых было немало тех, кто боролся с зависимостью от наркотиков и алкоголя. Приют, который я организовал, был неформальным, но давал людям то, что они, возможно, не могли найти в других местах. Поддержку, понимание, неосуждение и временное убежище от их проблем. Здесь не было строгих правил реабилитационных центров. Я снова увидел, что зависимость – это болезнь, с которой невозможно бороться без системы поддержки. Эта работа показала мне, что вне зависимости от того, как много времени прошло, проблемы наркомании остаются актуальными по всей земле и требуют постоянного внимания и участия. Я ни в коей мере не являюсь специалистом по лечению наркозависимости. И моя книга не претендует на то, чтобы стать специализированным руководством. Скорее, это философское размышление о природе и сути страшного явления, которое затрагивает не только отдельные личности, но и все общество. Зависимость – это не просто болезнь тела и души. Это глубокая внутренняя борьба, отражение человеческих слабостей, стремлений и способов справляться с болью и пустотой. В этой книге я пытаюсь осмыслить, почему так много людей попадают в ловушку зависимости, как это связано с нашей биохимией, окружением и обществом в целом. Моя цель – не дать ответы на практические вопросы, а скорее предложить новый взгляд на то, как мы все, так или иначе, сталкиваемся с зависимостью в разных ее формах.